Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые телезрители, 9 мая на городской площади состоялся митинг, посвященный 49-й годовщине победы над фашистской Германией. Вашему вниманию мы предлагаем фрагменты этого митинга. С этим большим, волнующим праздником поздравил всех присутствующих на митинге глава администрации города и района Назир Загитович Зиязов. В своем выступлении он сказал «49 лет, как закончилась война. Некоторые из нас могут сказать, есть ли смысл вспоминать о той победе, когда страна разваливается и о хлебе носочном думать надо. Сейчас, когда общество находится в глубоком кризисе, надо не просто вспомнить об этой дате, а постараться извлечь уроки из той великой победы, чтобы одержать победу сегодня. Победу над социально-экономическим хаосом, политической нестабильностью, уголовным беспределом. В конечном счете победу в наших душах, потому что только преодолев апатию, горечь разочарования, инертность, неверие и даже страх, мы сможем вывести страну из кризиса». В последние годы даже на концертах, торжественных собраниях стало неловко вам, фронтовикам, появляться с наградами на пиджаках. «Да нет же, вы мужественно воевали, проливали свою кровь, чтобы вражеский сапог не топтал нашу землю. Поэтому с гордостью и достоинством, дорогие фронтовики, наденьте свои ордена, чтобы, проходя мимо вас, мы низко кланялись перед вашими боевыми заслугами. Помните, вы достойны только уважения. Свет великой победы помогает нравственному очищению наших душ». «На встрече с фронтовиками в эти праздничные дни смотритесь в глаза ветеранам с нашивками за ранения, с костылями, орденами и медалями, и вы поймете, нельзя нам загубить Россию, которую они отстояли. Если не возродим державу, мы придадим память многих поколений россиян, защищавших нашу отчизну и веривших, что она будет свободной и благополучной. «День Победы» для нас святой праздник, праздник, который всегда с нами. Для нас 9 мая наполнена радостью и одновременно глубокой скорбью, болью утрат, слезами на глазах. «Это наш общий праздник, и ветеранов, испытавших всю горечь невзгод военного времени, и молодых людей, не знающих тягот войны. Кровью и жизнью наши воины и толовики заплатили за свободу Родину. Велик, славен и бессмертен их подвиг. Они с нами рядом, солдаты, нетрудно их сразу знать, виски их всегда седоваты, в покотке военной стать. Немного другими глазами, смелее, печальней, мудрей, глядят на немеркнущий пламень, на факелы вечных огней. Над ними не властвует время. Священна их память о тех, кто вынес военное бремя и выковал трудный успех. Как все, по утрам на работу приходят они каждый день. Никто с них не снимет заботу о счастье наших детей. А в будни не носят медали, и дома лежат ордена. А в будни их спросят едва ли о том, что такое война. Также выступили на митинге ветеран войны и труда Михаил Николаевич Николаев, воин-интернационалист Нурисламов Дарвин Яндимирович, мастер НГДУ Краснохолмск, нефть Ганиуллин Рашид Кавиевич, ученик 10 класса 1 школы Султанов Дамир. Именно те далекие, героические и в то же время трагические события были и остаются прочным фундаментом гражданственности и высокой духовности. И наш святой долг – не растерять эти прекрасные качества отцов и дедов наших и делать все необходимое для обеспечения их преемственности. В основании надежд на мир и лучшее будущее человечества положены великие воинские труды и великие жертвы людей, почти 50 лет назад разгромивших гитлеровский фашизм. Одно неразрывно связано с другим, связано в жизни. Будем же помнить об этом. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Состоялось возложение венков к вечному огню. Состоялось возложение венков к вечному огню. Состоялось возложение венков к вечному огню. И фляги, и подсумок пустой, и осколок гранаты. Неразлучны они даже с мертвым солдатом. Ты подумай о нем, молодом и веселом. В сорок первом он кончил среднюю школу. У могилы святой встань на колени. Здесь лежит человек твоего поколения. ПЕСНЯ 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 КОНЕЦ 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 Был также проведен легкоатлетический кросс на приз героя Советского Союза Гайдаршиновича Хайдаршина. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...